До сих пор шумели, кричали, а надо добиться стратегического поражения России, поражения на пуле боя. Ну, теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все время, мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну, что же, пускай меняет свой декрет и наступает переговор. Мы не отказывались никогда. Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Кто взорвал Северный поток? Вы. Я был занят в тот день. Я не взрывал Северный поток. Я не взрывал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби. У вас лично. Но у CIA такого алиби нет. У вас есть свидетельства того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали. Но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе. Мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих. Внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная. Она всегда ищет внешнеполитическую мысль Китая. Всегда ищет компромиссы. Россия стала председателем БРИКС с этого года. Страны БРИКС развивают очень быстрыми темпами. Вот смотрите. Дай бог памяти, чтобы не ошибиться. Но в 92-м году, по-моему, доля стран семерки в мировой экономике составляла 47%. Это в 92-м году. А в 2022-м она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 92-м году составляла всего 16%. А сейчас она превышает уровень семерки. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает. Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная. Сколько там? По-моему, 3%, примерно 3-4, что ли. Приемлемо для США абсолютно. А печатают-то бесконечно. Конечно, о чем говорит долг 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Ельцин нахваливали, нахваливали. Как только события в Югославии начались, когда он поднял голос за сербов. А мы не могли не поднять голос за сербов в их защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голос за сербов. Потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Ну, такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно. А важно то, что Ельцин высказался в поддержку, что сделали Соединенные Штаты. В нарушение международного права, устава ООН, начались бомбардировки Белграда. Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Всё он понимал и всё смыслил. Я вас уверяю. Рано или поздно, всё равно мы договоримся, всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится.